Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Интересный факт о себе, я работаю, у меня рабочий страж больше 17 лет, при этом за все время моего рабочего стажа у меня средняя зарплата была 100 тысяч рублей. С учетом того, что первая зарплата была 2 тысячи рублей, а последняя зарплата была под 600 тысяч рублей в месяц, в среднем получается где-то в районе 100 у меня выходит. Пенсия, на которую я могу рассчитывать сейчас, мне посчитал пенсионный калькулятор, говорит о том, что это 23 742 рубля. Ничего себе, начал разбираться в этом вопросе. Есть у меня очень много интересных выводов по этому поводу. Дадим ссылочку, где вы можете это рассчитать непосредственно, да, будет в описании к данному видео. И второе, что делать со всем этим? Какая-то здесь, блин, несправедливость. И возникают какие-то вопросы. Кто-то начинает говорить, о, Россия самая богатая страна, у нас самые большие природные ресурсы, да, мы должны как в Саудовской Аравии там платить столько-то. Кто-то говорит, ну вот сколько потопал, столько заработал. Третий говорит, извините меня, я пахал всю жизнь, да, а вот там были какие-то люди, которые вообще ничего не делали, были неядцами, и они получают пенсию всего лишь на 3-5 тысячи меньше меня. Где социальная справедливость? Давайте про справедливость, давайте про то, каким образом формируется пенсия, почему у нас меняется пенсионный возраст, что происходит в рамках пенсионной реформы, и что делать в конце концов, чтобы иметь достойную жизнь к моменту выхода на пенсию, или может быть даже раньше. Давайте посмотрим, в чем первопричина того, что у нас с пенсионным обеспечением происходят какие-то постоянные изменения. Появляется новый глава социального блока, социального обеспечения, да, и у нас пенсионная реформа пересматривается. И каждые 4-5-6 лет новый человек, который за это ответственный, новые какие-то решения. На мой взгляд, да, то есть существует так называемая концепция, ну не концепция, а история связана с русским крестом. Что это значит? Что когда началась перестройка, это 80-е годы, в принципе, страшного ничего не было, но дефицит существовал. Я помню, например, там, 88-89 год, жили в Нижнекамске, построили абсолютно новый универсал. Это большие торговые площади были, но все, что находилось на полках, да, это были банки с морской капустой и трехлитровые банки с зелеными помидорами. Все, как бы больше ничего не было, все остальное продавалось по талону. Представьте себе сейчас, особенно я обращаю внимание молодым людям, которые этого не видели, не переживают и считают, что это вообще какая-то фантастика. Вот вы думаете о том, заводить вам ребенка или не заводить ребенка. То есть вы заходите, приходите в магазин, и в магазине у вас... Деньги-то были, зарплату платили, деньги у всех были, не было товаров. То есть товар был в ограниченном количестве и по талону. Будете ли вы рожать детей? И есть циклы, циклы возрастные, да, там 30-40 лет, когда происходит поколение. Что мы в этом случае получаем? Что нужно посмотреть? Экономически активное население, которое должно кормить пенсионеров. То есть это люди в возрасте, у которых высокие доходы, у которых отчисление фонда социального страхования, медицинского страхования, которые образуют доходную часть пенсионного фонда. То есть это люди, которым от 35 до 45. Давайте мы сделаем откат назад, да, 2024, отнимем там 25-45 лет. Люди, которые сейчас должны кормить действующих пенсионеров, это все те, кто родился в промежуток времени, там, с 90-го, 2002-2005, может быть, 2010-й включительно. Мы получаем тот простой факт, почему происходит увеличение пенсионного возраста, почему происходит постоянное реформирование, для того, чтобы кормить пенсионера, должен быть работающий человек, который делает отчисления как бы себе, они как бы считаются за тобой, но они сами уже расходуются. То есть средств пенсионного фонда недостаточно, доходной части недостаточно. Необходимы трансферты из федерального бюджета, у которого свои расходы есть на ВПК, на бюджетников, на контракты Министерства обороны, да. И получается, что нужны вот эти вот трансферы. Мы получаем, что у нас конец 90-х, 2000-х годов, начало 90-х, прекращение существования СССР, шоковая экономика, адская инфляция, разрыв связи всех, да, то есть падение экономики и формирование всего по новой. И здесь первый удар. В этот период времени никто не рожает. Просто элементарно никто не хочет рожать, потому что не знают, что будет завтра, да, в условиях нестабильности, гиперинфляции. И вообще не понимаете, по каким законам мы теперь живем, потому что ничего нового не сформировано. Окей, более или менее восстановились. 95-97 год. 98-й год. Пирамида ГКО. От государства отказ платить по обязательствам. Банкротство банков, потеря накопленного капитала. Рубль улетает с 6 рублей за доллар до 24 рублей за доллар. Весь импорт становится дорогим. Колоссальный уровень безработицы. Никому никакие зарплаты не выплачиваются. Банкротство. Опять мы получаем, что в этот промежуток времени, надо же, чтобы не просто экономика восстановилась из разряда переждали, да, вроде бы цены на нефть выросли, зарплаты начали расти, пенсии стали повышаться. Но извините меня, когда вы там зарплату ждали по 3-6 месяцев, вы такие, ну да, вроде бы сейчас платят вовремя, но ну его нахрен, я пока рожать не буду, да. А где гарантия, что завтра это не произойдет? И получается, что восстановление, вот, то есть происходит там в 2007-2008 году. Что у нас в 2007-2008 году? Аллилуйя! Ипотечный кризис в Америке. Доллар опять улетает в космос, цены на акции падают, недвижимость зависает, ничего не растет, где получать доход? Кто взял валютную ипотеку для тех вообще хана? Крандец, да, потому что доллар вырастает там с 30 до 60, в 33-месячный промежуток времени, государство плохое, почему оно разрешало банкам выдавать ипотеку в доллары? И получается, что те проблемы, которые мы имеем сейчас, они являются следствием того, что люди в своем возрасте, там, 25-30 лет, в 90-х, в нулевых, в начале нулевых, да, они не рожалят. 1,49 коэффициент фертильности в России составляет, это значит, что на одну женщину, которая находится в детородном возрасте, приходится 1,49 ребенка рожденного. Нужно понимать, что должно быть как минимум 3-4, чтобы прокормить одного. Поэтому и получается, что можно увеличивать налоговую нагрузку, можно увеличивать размер социальных отчислений, отчислений в пенсионный фонд, но дело в том, что даже этих денег все равно будет недостаточно. И поэтому в любом случае, если люди не рожали в этот промежуток времени, сейчас нет работающего населения, которое бы платило соответствующие отчисления из своей части в пенсионный фонд, чтобы выплатить текущим пенсионерам. Все равно для того, чтобы удовлетворить вот этот спрос, не получается. Поэтому мы что наблюдаем? Увеличение пенсионного возраста. Это невозможно не увеличить. Есть законодательство, есть пенсионное отчисление, и то, что там будет ужесточаться, и размер отчислений будет увеличиваться, это факт. Это факт, и нужно понимать, и это не хорошо и не плохо. То есть я сейчас не даю оценку, хорошо, плохо, правильно, неправильно. Я вам говорю о том, что хотелось бы лучше. Да, конечно, хотелось бы. Но дело в том, что вы должны понимать, что не бюджет пенсионного фонда, не бюджет правительства, из которого осуществляется трансфер, государственный бюджет, они сами деньги не создают. Они доходную часть получают из доходов. Если у нас женщина рожает полтора ребенка, опять же не расцените, что я призываю к женщинам больше рожать, хотя было бы здорово, я бы был только обеими руками за. Но когда у нас девушки рожают за свою жизнь полтора ребенка, рассчитывать на будущую пенсию не имеет смысла. Это просто математика. Это не хорошо и не плохо. Это не государство плохое. Хотело бы оно платить больше? Да, конечно бы хотело. Кто против-то? Но чтобы платить больше, надо денег откуда-то взять. Откуда их взять? Кто-то скажет, как у нас любят обычно в таком. Природные ресурсы, национальные достояния, они все принадлежат непонятно кому. Ребят, нормально там все. 25% забирают с прибыли, которые зарабатывают, сырьевые компании, которые идут в доходную часть бюджета. Так что не надо говорить, что они не платят. Опять-таки налоги тоже, собираемость налогов увеличивается. Смотрите, как в последнее время идет собираемость налогов, потому что хотели бы платить больше. И это видео, оно не для того, чтобы сказать, какое государство нехорошее. Для того, чтобы посмотреть, зайти на счет, посчитать калькулятор. Вы от этого отказаться не можете, вы все равно получите эту пенсию. Но вопрос рассчитывать, что у вас будет достойный уровень жизни, не приходится, потому что те отчисления, которые даже вы сейчас делаете, вы должны понимать, что это идет к текущим старикам, к текущим пенсионерам. Они тоже в свое время, между прочим, вкладывали деньги. На что имеет смысл рассчитывать? Ну, как минимум, самому заботиться о том, каков будет ваш пенсионный капитал и каким образом вы его будете генерировать. Сложность сейчас возникает в чем? Что пенсии выплачивать надо, это привязано к инфляции. Инфляция достаточно высокая, и те отчисления, которые идут в пенсионный фонд, с вашей заработной платой, это не вам личное отчисление. Ну, то есть, большая часть этих денег, она идет на выплате. И почему вы посмотрите, у нас что происходит? Пенсионного возраста очень долго не повышали, но в итоге повысили. Но перед тем, как повысить пенсионный возраст, что у нас происходило? Материнский капитал, даем за второго ребенка, субсидии, стимулирование, поощрение. И сейчас, в настоящий момент, посмотрите вопросы, касающиеся материнства и детства, отцовства, каким образом, на какой уровень в государстве поднимаются, какого рода стимулирование происходит. Если льготную ипотеку оставляют, кому оставляют? Семьям с ребенком, компенсируют часть платежей выплат. То есть, государство стимулирует, чтобы сейчас, с 2012-2014 года, то есть, первые звоночки начались в 2012-2014 году. Почему? Почему и стимулировали, опять-таки, материнским капиталом, различного рода социальным выплатом, чтобы рожали больше. Потому что нужны работники. И все субсидирование, где государство платит деньги, субсидирование идет рождаемостью. Для себя могу сказать, что я стараюсь себя и, по крайней мере, свою супругу обезопасить тем, что у нас пятеро детей. По два с половиной, как минимум, кормильцы будущих есть. Надеюсь, сам себе обеспечить капитал, инвестируя в акции российских компаний. Формирую капитал для своих детей, который позволит им дать лучшее образование. А хорошее, классное образование – это раскрытие собственных способностей. Это достойный доход, который позволит им жить достойной жизнью. И какая-то часть, в принципе, позволит мне обезопасить себя самого за счет того, что я воспитаю пятерых детей, которые будут иметь достойное образование, будут эффективно создавать ценность для этого общества, получая соответствующий доход. Предлагаю вам присоединиться к этой истории, к этой концепции. Вы можете формировать собственный пенсионный капитал, используя приблизительно те же самые инструменты, которые я использую для формирования капитала в 1 миллион долларов для своих детей. Что это за концепция, какая доходность, какие результаты, можно узнать в мастер-классе, в описании к данному видео находится ссылка. Это абсолютно бесплатно. Забирайте, смотрите, изучайте. Это к вопросу о том, что вы не сможете отказаться от отчислений в пенсионный фонд. Ну, то есть, это ваша обязанность кормить текущих стариков. И я считаю это правильно. Да, ситуация непростая. Да, я в какой-то степени плачу и делаю соответствующие отчисления. Я не полагаюсь исключительно на социальное обеспечение. Я делаю небольшие отчисления до 30% дохода своего активного. У меня направляется на инвестиционные цели. Что предлагаю сделать вам? Поговорили сегодня по поводу пенсии. А кого-то расстроил, кого-то ободрил. Расстроил тех, кто обычно говорит, я так много работал, столько времени отдал, и вот заработал такую пенсию. Кто-то жил достаточно легко, шел по жизни и имеет пенсию не намного меньше. Но это элементы социальной справедливости. Вы должны понимать, что государство не может себе позволить такую дифференциацию. И это происходит так, как происходит. Давать оценки не моя прерогатива. Вы сами сделаете оценку. Можете в комментарии это произвести. Ответственность о вашем уровне дохода после выхода на пенсию. Это скорее ваша задача и это ваша ответственность. И вопрос, сделайте вы для этого что-нибудь или нет. Рассчитывать, что кто-то пройдет хороший добрый дядя и сделает. Ну скорее нет. Или что-то произойдет, государство завьет такую государственную политику, что у нас каждая женщина будет рожать по 5-7 детей. Это станет круто. Но девушки, пожалуйста, напишите комментарий, готовы ли вы взять на себя ответственность и в следующие 10 лет родить пятерых детей. Какие стимулы должно провести государство для того, чтобы вы сказали, ну окей, если будет от государства. Пожалуйста, напишите в комментарии, что должно стать от государства, от страны, от экономики. Что должно быть с вашими жилищными условиями, чтобы вы сказали, пятерых, легко. Это была шутка, но давайте на этом закончим данное видео. Пока-пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok